Слушай, тебе понравился кто-нибудь из парней? Эмммм... Нууу... А перед началом этого видео попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Здарова, братаны! Вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений. И сегодня, в этот день, первого мать его января 2020, мы начинаем год очередных видосов на моём канале. Да. Надеюсь, кто-то из вас выжил и посмотрит сразу после открытия это видео. Или нет? Первый знает. Но всё же я рад, что кто-то из вас пережил этот чудесный праздник. Ну ладно, погнали! Немного подумав, делая глот... Время от времени глотки из банки, я вырвала из тетради лист и взяла в руки ручку. Чем-то мы твою подумала. Эмм... Чё это хотела делать? Я не понял. В горле пересохла? Блядь, в душе небу, чё она хотела делать. Кто может пригодиться, кто знает. Нет. Подумала я и принялась рисовать. Не башуль? Или нет? Без понятия, чё она там рисует. Я надеюсь, вы мне там подскажете в комментариях, на чём мы в прошлый раз остановились. Ну, то есть, чё она там хотела рисовать? Ну, и так сойдёт. А, какая-то это, боже, я уже забыл. Пробормотала я и вылила в себя остатки банки энергетика. Бля, вот чё она рисовала. Господи! Лотсплеер уставший, простить. Может пригодится. Да и поточнее будет, чем карта Юры. На ней, ожидая, пути вовсе неверно нарисованы. Я довольно кивнула и убрала карту в тумбочку. А вот и я, свеженькая и сладенькая. С порога проговорила Алёна, зайдя в домик. Замазали быстро пакет в шкафу. И спасибо за энергетик. Очень помог. Ай, спасибо за энергетик. Очень помог. Всегда, пожалуйста, пусечка. О, блядь. Она скинула босоножки и подошла к шкафу. Вынула энергетик и прыгнула на кровать. Голова гудит немного. Ещё бы. Та девчонка тебе не слава так в затылок ударила. Да я даже не почувствовала. Ага. Что ж, чуть там и не упала. Это всё из-за неожиданности, пусечка. С улыбкой ответила она, делая глоток из банки. Я порядком подзапарилась. Неплохо было бы покиморить часок-другой. Да я не особо хочу спать. А я, пожалуй, оффнусь. У нас ещё час до начала операции остался. Ладно. Слушай, а ты чё, из детдома? В смысле? Да странная это какая-то. В магазин зашла, так сразу чуть слюни не побежали. Стояла и пожирала всё глазами. Может быть, ты просто из бедной семьи, Хазэм? Прости за такие вопросы. Просто интересно. Да как бы нет, не из детдома. Просто я... Как бы сказать. Живёшь в семье, у которой доход ниже прожиточного минимума? Это не особо важно для меня, не боись. Просто интересно, что ты за человечек? Ладно, я оффнусь пока. Можешь музыку послушать, если хочешь. На чём? Мой телефон возьми, если своего нет. Пароль 9524. Я взяла в руки чёрный предмет. Что местные называли телефоном. Мне было интересно в нём покопаться. Ведь довольно занятно увидеть компактное средство связи без проводов, антеннок и прочего. А куда нажимать? Алёна глянула на меня с удивлением. У тебя и телефона нет. Тем не менее, у тебя тут я его не видела. Думала, думала, оставила. Ну ты даёшь, подруга. Смотри. Алёна выхватила телефон, нажала на верхнюю кнопку и загорелся экранчик, усеянный иконками на фоне красивой картинки. Так, вот это в уши. Она вставила в телефон провод и протянула мне две затычки. Нажимаешь на правую стрелку, песня меняется на следующую. Нажимаешь на левую, на предыдущую. Вот эти кнопочки сбоку, это громкость. Кнопка по центру, это пауза и воспроизведение. Пальчиком так, и всё будет в ажуре. Наслаждайся. Она отдала мне телефон, сделала глоток из банки, поставила её на окно и уткнулась в подушку. Я легла на кровать, заткнула уши и, глянув на дисплей, нажала на кнопку воспроизведения. Ладно, всё, я понял. Не будет у меня монетизации на этом видосе. Всё, я уже даже не спорил. Василий писал со своими авторскими песнями. Песня была не на русском, но от этого не была менее приятна на слух. Даже скорее более приятна, чем все, что я слышала до этого. Ванц, Вайнц Джой, рептайт? Блять, никогда я такого не слышал. От музыки и слов, что проникали в уши через затычки, я чувствовала некое успокоение и лёгкость. Некое приятное чувство затаилось под рёбрами, слегка мешая дышать. Но это не вызывало дискомфорт, наоборот. Ещё доставляло... Блять. Доставляло ещё больше удовольствия. И даже не зная слов, хотелось подпеть мотиву песню, что играла в этом маленьком телефончике, даря некое чувство свободы. И я не понимала ничего, но мне казалось, что это была песня о высоких чувствах. Может о любви, или в его признании, а может о дружбе или поиске чего-либо. В любом случае, это не имело значения. Я получала удовольствие, слушая эту песню, а больше мне и не нужно. Я положила телефон на грудь и прикрала глаза, целиком отдаваясь играющим чувствам. И... уснула. Ну уснула же! И... Эй! Сквозь мягкую дрему я почувствовала, что меня трясут за плечо. Эй! Приятная музыка пропала. Сейчас вместо нее в сознание проникала протяжная Эй, издаваемая Аленой. Я приоткрыла глаза и проморгалась, смотря на разбудившую меня Алену. Вставай, красавица, проснись, уже одиннадцать! Выговорив это, Алена исчезла из поля зрения. А я, потянувшись на кровать, выпрямилась и, свесив ноги на пол, села. Кто-то говорил, что не хочет спать. Задремала неожиданно. Музычка усыпела, что ли? Ой, музычка! Да, очень красивая песня играла. Ну, а что за песня? Не знаю, что-то про Рептайт и Дарксайд. Ээээ, поняла. Алена улыбнулась и присосалась к банке с энергетиком. Давай, вставай и пойдем, а то Командос будет жаловаться, что в план не укладываемся. Алена протянула мне банку с энергетиком и, встав с койки, направилась обуваться. Проморгавшись и протерев глаза, я сделала глоток и, аналогично, Аленя направилась к выходу. Нахуя они все это делают? Блять. Явились, не запалились? А то ты не знаешь, что девушкам нужно больше времени на сборы. Хихикнув, сказала Алена, когда мы встретились с Юрой и Ульяной на площади. Так, ладно. Полковник уже в доме. Готовится отойти ко сну. Вы прячетесь в кустах. Мы взрываем хлопушки. Далее все по плану. Понятно? Так точно, шеф. Алена отдала честь двумя пальцами. Ну, с богом. Так бога-то нет. Покинув площадь, мы быстро и максимально незаметно подобрались к домику вожатого. Так, девчонки, давайте на позицию. Главное не заржать. Овца тупорылая, блять. Алена взяла меня под руку и потащила в кустарник, что разросся на противоположной от домика стороне тротуара. На противоположенной. Противоположной. Ульянка стояла по левую сторону от ступенек. Как мне кажется, на низком старте. Юра же вынул из кармана, стоит полагать хлопушку, зажег и кинул под дверь домика. Не выжидая, он вытащил еще пару зажег, сразу две и отправил туда же. После серии хлопкова свиста, Юра быстро принял положение, аналогичное Ульянкиному и замер. Полковник громко хлопнул дверьми, практически спустя секунду после взрыва, выскочил на крыльцо, гневно восклицая что-то. И стоило ему бросить взгляд на парочку в кепках, как они одновременно стартанули с мест, разбегаясь в разных направлениях. Недолго думая, полковник побежал за Юрой. Наш выход, сказала Алена, выглянув из-за куста и убедившись, что полковник увлекся... И убедившись, что полковник увлекся погоней. Я по Шурику осмотрю все, тесты на шухере, если что попробуй задержать полковника. Сделай вид, что чихнула, так я пойму, что мне нужно загаситься, ладно? Я лишь кивнула. Алена заскочила внутрь домика, а я села на лавочку крыльца, оглядываясь по сторонам. Странно, но этого фона я что-то раньше не видел нигде. Или не запомнил. Приятная у него атмосфера. Позади послышался скрип двери и легкий топот по ступенькам. Все, дело в шляпе, пошли. Алена махнула головой, и мы направились в сторону домика. Легчайшая операция в моей жизни. Что-то ты быстро. Полковник любит порядок, у него все по местам разложено. Нашла связку, а потом и вовсе дубликаты в коробочке с берками. Алена покрутила на пальце ключ с беркой библиотека. Думаю, я не должен хватиться. А если хватится, тогда беда. Кто там? Новый год. Ну, заходи. Добрый вечер. Приветики. Я кивнула. Вот, принес вам фонари. О, хорошо. Неужто сам решил позаботиться? Конечно, нет. Дима мимо делом просил передать. Ему некогда пока. А, то-то я думаю, что сам Слава да решил подсобить. Уф. Как успехи с ключом? Хлопки я слышал. А вы тут? Значит, операция прошла успешно? Именно. Алена похвасталась ключом. Алена похвасталась ключом. Поздравляю. Увы, нет. Да сцепилась я там с девкой какой-то. Прикинь, встала в проходе у выхода, я дверь открываю и сразу в нее впечатываюсь. Она телефон уронила, а я в сторонку отошла, остальных выпуская. Ну, ты ж меня знаешь, я ей говорю ссори и как бы надеялась, что она сама поймет, что виновата. Ну, нет. Да, давай огрызаться. Ну, я огрызнулась в ответ, слово за слово. Она мне как по щечину даст. Ну, я, недолго думая, засандалила ей прямо в ее страшную морду. И тут пошла драка, бойня, пуля, пламя, естественно, я тоже огребла немного, но в конечном итоге та сучка осталась с носом размером со сливой и припухшим глазом. Женские бои? Черт, жаль, что я это пропустил. С усмешкой сказал слава. Еще бы! Так, там потом Кентету и Страшила приехали, давай уже с Юрой разговаривать. Один из них явно был такой внушительный молодой человек, но обошлось без замеса. Кстати, погоняла у этой девки Страшила, ты только прикинь! Можно сказать, познакомились. Слава оглядела Лену. С лицом Виола постаралась, что синяков не видно. Само собой. Да уж, ведь это... Даже не старый корпус, не шахта. Всего лишь поход в магазин. Боюсь представить, что будет под землей. Ой, началось! Я ничего не говорю, просто констатирую факт. Выявленный через наблюдение. Вы, Алёночка, вечно притягиваете приключения на свою прекрасную жопу. Он похабно улыбнулся. Великолепный комплимент, Славик! Я аж таю! А ты, Кать, как себя чувствуешь? Выглядишь усталой. Слегка забегалась сегодня, но вроде как вполне нормально себя чувствую. Ещё бы! Спать по пять раз на день! Сказал он с улыбкой. Оп! Юрец написал. Полковник после кипиша заскочил к нему, но вроде пронесло. Везунчик. Ладно, удачи вам там. Не заплутайте. Давай! С доброй! Сладких! Только и выдохнула Алёна. Катюха-сан! А? Мне чуть ли не тистало. Алёна улыбнулась, расстелилась на кровати, подползла к краю, открыла шкаф и вынула оттуда банку энергетика. Это пойло меня скоро убьёт! Отметила она с улыбкой и открыла банку. Слушай, а тебе понравился кто-нибудь из парней? Ну... Не знаю. Трудно сказать. Я же практически не знакома ни с кем. Блин, ты ж только вчера приехала и так грациозно затесалась в эту затею с корпусом. Обычно, знаешь, опоздавшие или новички долго заводят знакомство. Ну, не знаю. Я вижу, что вы не против общения, поэтому, возможно, и тянусь к нему. Одно и мне было бы очень скучно, а то и вовсе грустно. Понимаю. Алена бросила взгляд на часы. Пойдём потихоньку на площадь. Она протянула мне банку, сама встала, вынула из тумбочки небольшой рюкзачок, кинула в него банку энергетика из шкафа, шоколадки, эластичный бинт, фонари и пачку сигарет с зажигалкой. Кстати, в шкафу кофта висит, можешь её накинуть, а то прохладно будет в рубашке. Мне то в пижачке вообще сказочно, а ты вот боюсь закалеешь ночью. Боже, какая она милаха, даже ещё позаботилась, пиздец, блядь. Отставив банку в сторону, я открыла шкаф и сразу уперлась глазами в синюю спортивную кофту с капюшоном. Накинув её поверх себя, я одела свои зимние ботинки. Блядь, по-моему, у них будет жарковато. Правильное решение. Алёна постачала пальцем по виску, снова полезла в тумбу и вытащила оттуда старые местами рваные белые кроссовки. Ну, типа, всё, пойдём, пошли. Ну, привет, усик, снова. Вечер. Отдохнул после пробежки. Ага, вовремя в домик залетел и переоделся. Иначе бы засёк меня полкан сто процентов. Ключ достала? Ещё бы нет. Алёна подошла к двери библиотеки и, вставив ключ в скважину, открыла её. Изи. Бесит меня это, Алёна. Теперь надо найти вход в подвал. Шёпотом сказала Уля, когда мы вошли внутрь. Выход где-то в подсобке должен быть. Ответила ей также шёпотом Алёна. Юра, тихонько прячась от окон за полками, потрусил в сторону подсобки. Мы же остались стоять на месте, оглядываясь по сторонам. Нашёл. Погнали! На погоне-то не уже в следующий раз. Ну, а сегодня на этом всё. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok